14 марта и напоминаем, что легендарное место для нашей страны Республиканский Центр Олимпийской Подготовки по зимним видам спорта Раубичи отметил полувековой юбилей. Ну и мы рады приветствовать в студии Доброй Райницы Беларусь директора Центра Александра Гагиева и начальника отдела Алексея и Ропеса. Доброе утро! Доброе утро! Вот Раубич некоторые называют белорусской в Швейцарии. Как вы вообще думаете, почему Раубичи вызывают такие ассоциации? Ну вы знаете, наверное, потому что ландшафт местности очень похож, но у нас все равно лучше. А у вас с чем ассоциируется Раубич? Я думаю, что с комплексом международного уровня, где сегодня проходят соревнования самого высокого уровня по биатлону, по лыжным илонкам, поэтому это мека нашего белорусского спорта. Давайте напомним всем нашим зрителям, что история комплекса началась в 70-е годы прошлого века, когда Международная Федерация Биатлона приняла решение провести чемпионат мира в Советском Союзе. И а чем же сейчас, 50 лет спустя, вы больше всего гордитесь в комплексе? Ну вы знаете, чем-то отдельно сложно, сложно что-то выделить. Я думаю, что все, весь комплекс, он за 50 лет обновился, наверное, стал значительно современнее, и на сегодняшний день обновляется, поэтому я думаю, что это один из лучших объектов в мире для приведения вот таких форм. Но тем не менее, гонки легенд, чемпионаты, Кубки мира здесь на высоком уровне неоднократно проходили крупнейшие международные старты по биатлону, фристайлу. Вот если все вспомнить, можете ли вы выделить самое яркое, самое запоминающееся соревнование «Я» или соревнование «Е» для вас? Ну вы их назвали, они все такие были, в общем-то. Все масштабные, разумеется. Конечно, для нас очень важно, когда масштабность самая большая. Самая большая масштабность для нас была за последние годы, 19-й год, чемпионат Европы. То есть мы дополнительно ставили дополнительные трибуны для того, чтобы вместить всех болельщиков. Ну да, давно не было у нас таких форумов, поэтому интерес был очень большой. Поэтому масштабность была очень большая, но вместе с тем я хочу сказать, что и гонки легенд, это тоже очень интересный проект, он тоже очень хорошо заходил, и болельщиков у нас всегда было очень много. Алексей, а вам что запомнилось? Ну, наверное, да, вот гонка легенд и чемпионат летний, чемпионат мира тоже у нас еще проходил в 19-м году, и чемпионат Европы, наверное, самые вот такие запоминающиеся, когда было очень много народу у нас. Ну мы знаем, было еще такое интересное событие у вас на вашей территории, скажем так, которое немножечко относится к нам. Это было в Раубыче, выступили тренировочным лагерем для нашего проекта «Фактор Бай». Вот на ваш взгляд, удался ли этот эксперимент? Насколько совместимы оказались спорткомплекс и телевизионное шоу? Ну я думаю, это надо у вас спросить. Ну нам-то понравилось, а мы вам понравились? Вы знаете, конечно, мы, помимо того, что мы проводим чемпионаты по различным видам, то есть у нас объект универсальный, мы готовы привести не только «Фактор Бай», мы проводим различные выставки, различные мероприятия, дрифтинг, выставки машин, то есть все что угодно. Мы готовы к любому хорошему проекту, мы его воплотим, я даже не сомневаюсь. Но я так понимаю, что у вас и сборы проходят, правильно? Могут проходить на вашей территории? Ну они проходят бесконечно. У нас на сегодняшний день вместимость гостиничного фонда более 400 мест, поэтому у нас, особенно в летом, летом загрузка значительно больше, чем даже зима. Это я знаете к чему? К тому, что мне кажется, что наш тренировочный лагерь проекта «Фактор Бай» очень похож на спортивные сборы, ну правда ведь. Плюс-минус, она так и будет. А почувствовали атмосферу. Вот про лето мы заговорили, расскажите нам еще чуть подробнее, чем живет комплекс летом, весной, осенью, то есть в межсезонье, когда у вас нет снега, а он скоро растает. Ну мы стараемся, чтобы межсезонья у нас не было, но межсезонье у нас весной и осенью обычно. То есть мы стараемся как-то внедрять какие-то новые услуги, если надо, проводим технические работы какие-то, но в основном идет весной подготовка к лету, осенью идет подготовка к зиме, а зимой и летом у нас постоянно сборы, постоянно мероприятия. То есть не бывает так, что комплекс пустует? Не бывает. Практически не бывает. Что пустовал, нет. Ну, конечно, если отмечать именно, когда мы более востребованы, это, конечно, лето, даже не зима. Ничего себе. Внезапно. А потому что вот такие вот красивые пейзажи открываются как раз-таки, которые у нас есть. К нам едет очень большое количество команд на подготовительные сборы. Это не только зимние виды сегодня, очень много и летних видов едет к нам на подготовку, потому что у нас есть где готовиться и летникам. База универсальная, мы используем под единоборство, под волейбол, баскетбол. Значит, сегодня поэтому востребованность очень большая. Очень хоккеисты любят к нам ездить, особенно Российская Федерация. Поэтому они уже у нас некоторые по несколько лет уже, да, понимаете, просто уезжают и уже на следующий сезон сказали, мы будем опять у вас. Мы уверены, что наверняка в такой юбилейный год у вас много планов, каких-то мероприятий, приуроченных как раз-таки к 50-летию. Расскажите нам, пожалуйста, как еще можно будет поздравить Раубича, если заехать туда? Ну, я думаю, что поздравлять можно нас целый год, потому что объект вводился так, в общем-то, очень интересно. Он начинался с 73-го года и плавно переходил, и новые объекты появлялись. Поэтому мы не останавливаемся на каких-то одноразовых торжественных мероприятиях. В этом году у нас очень много объектов будет вводиться новых. Это и фристайл окончательно должен вестись, объект совершенно в новом виде. Значит, спортивный зал у нас стал абсолютно фактически новым, да, мы его тоже сейчас будем вводить. Ну и система сниживания, то, что нам позволит сегодня готовить к зимнему сезону более качественно, более эффективно. И раньше, наверное. И независимо, давайте так скажем, независимо от погоды, менее зависимо от погоды. Ну, вы знаете, нам не нужно будет ждать, да, если будут появляться минусы ночью, просто нажимаешь кнопку, и снег заготавливается. Не надо его развозить будет, он будет уже лежать на трассе, дальше уже делать техники, проехать это все. Звучит как волшебство. Надеюсь, оно получится, мы его увидим в этом сезоне. А еще мы знаем, что у Раубичих есть гимн свой. Расскажите, как он появился? Ну, появился, потому что мы все готовились к юбилею и подумали, что все-таки на таком комплексе должна быть своя песня, должен быть какой-то гимн. Поэтому у нас... 24 на 7 звучит из колонок на всей территории. На последних мероприятиях, Алексей, это не даст соврать, мы включали его и уже запускали постоянно на Кубке Содружества после Нового года. То есть у нас уже он анонсировался, звучал, болельщики его слышали, знают. Но у нас он не один, поэтому я хочу сказать, что у нас еще одна песня появится, тоже очень интересно. Да, но вот один из, который уже существует, как раз-таки прозвучит и в нашем эфире, это случится ближе к концу, так что тоже обязательно дождитесь. Хочется сказать, оставайтесь вместе с нами и подпевайте. Но, тем не менее, мы знаем, что работы у вас очень много, мы вас уже отпускаем и говорим большое спасибо за то, что пришли к нам этим утром. Рассказали о том, чем же живет комплекс сейчас и как там можно замечательно провести время. Мы вам желаем еще много-много замечательных юбилеев. И чтобы каждый раз вам было чем похвастаться. Спасибо большое. А я напомню, что мы беседовали с директором Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи Александром Гагиевым и начальником отдела маркетинга Алексеем Иерописом.